Валентин Распутин, Александр Вампилов, Марк Сергеев и десятки других сибирских писателей навсегда закрепили свои имена в отечественной культуре. Их стихи пропитаны любовью к родному краю, где, как утверждают литературоведы, еще не перевелись талантливые авторы. Именно на популяризацию творчества наших земляков направлен конкурс чтецов «Сибирская лира». При Ангаре он проходит ежегодно. Тему продолжит Кристина Пермякова. И я считаю, школьник русский, от наших дней до древней старины, история сибирского Иркутска вплелась в историю моей родной страны. С чувством, с толком, с расстановкой. Именно так ангарчанин Марк Кузнецов рассказал стихотворение об истории Иркутской области на региональном конкурсе чтецов. Столь проникновенные строки не оставили равнодушными ни одного слушателя, как и другие произведения сибирских авторов. Я отношусь к этому достаточно спокойно, без удивления, потому что всегда все таланты – это сибиряки. То, что люди в таком возрасте не теряют смысл жизни, приходят на какие-то чтецкие конкурсы, живут и радуются жизни, это на самом деле вдохновляет. Стихотворение об Иркутской области, которое рассказывал Марк на конкурсе, написано специально для него. Автор – ангарчанка Оксана Гизатулина. Женщина всю свою жизнь посвятила творчеству. Ее произведение выходит в печати. Сама же писательница работает в первой гимназии, передавая свои знания и опыт юным поэтам. Во-первых, стихотворение, оно как бы историческое. То есть, те, кто слушал Марка, они и узнавали историю. Во-вторых, стихи эти патриотические. И, естественно, ребенок чувствует и понимает, чувствует гордость за наш народ, за то, что происходило у нас в Иркутской области, за его историю. Стих «История земли Иркутской» принес Марку не одну победу. С этим произведением он занял третье место на всероссийском конкурсе «История России в стихах», который проходил в Москве. А на областном конкурсе чтецов «Сибирская лира» парень завоевал первое место. В мероприятии приняли участие более 50 школьников со всего региона. В слово внедряется обычай. И вот это прекрасно передают наши писатели. Они передают образно, эмоционально, что важно для детей, ну и, думаю, не менее важно и взрослому человеку. И вот когда ребенок знакомится с произведением, а потом вкладывает в свою душу, вот это и идет воспитание. «Сибирская лира» открывает зрителям произведения наших земляков-поэтов. Для участников это настоящая школа исполнительского мастерства. На сцену выходили чтецы-одиночки, дуэты, трио и даже квартеты. Отметим, ангарские школьники завоевали призовые места сразу в нескольких номинациях. Кристина Пермякова, Дмитрий Новопашин, Роман Буйнов. Местное время.